Иван Фролов С начальником управления общего образования города Обнинска Татьяной Валерьевной Волнистовой Здравствуйте, Татьяна Валерьевна Добрый вечер Татьяна Валерьевна, ну вот сразу отвечая на этот вопрос, вы-то довольны? А вот сейчас будем анализировать результаты государственной итоговой аттестации И там уже будет видно И будет видно, насколько мы довольны Ну посмотрим, как наши телезрители ответят на такой вопрос Вопрос, я думаю, что и для управления образованием Тоже полезный И результаты, да, для нашей последующей работы Татьяна Валерьевна, как прошла итоговая аттестация, если о ней уже можно говорить, немножко забежав вперед? Ну, можно говорить только по процедуре проведения единого государственного экзамена Основные экзамены прошли, остались только резервные дни 24 и 25 июня Это экзамены по выбору, которые попали Вот дети, если писали, в основной период Они попали одновременно в один день Или ребенок болел Но заявил данный предмет Поэтому вот сейчас дают только резервные дни Основной период процедура уже проведена И можно с уверенностью сказать, что нарушений и замечаний К нам со стороны Рособранадзора нет Нормально отработала система видеонаблюдения, без сбоев, вполне удовлетворительно И, в общем-то, звонков из федерального центра не было ни одного Качественно отработали Хотелось бы поблагодарить уже сейчас руководителей образовательных учреждений, где были организованы пункты проведения единого государственного экзамена Это школа номер 5, школа номер 7 и школа номер 11 В школе номер 11 самый большой пункт, ну это и довольно крупная школа И поблагодарить всех наших учителей, которые были задействованы в процедуре проведения ЕГЭ Отработали все очень качественно Ну, молодцы, на пятерку Ну, да Ну, а если вот сравнить результаты экзаменов ЕГЭ, те, которые уже сдали, допустим, с прошлым годом Как, на ваш взгляд, в этом году лучше? Вы знаете, вот сейчас, пока еще действительно преждевременно такой анализ делается Я объясню, почему Я могу сейчас вам только в отношении русского языка и математики сказать, сколько детей преодолели порог То есть имеют право получить аттестат Сколько детей порог не преодолели Средний балл по русскому языку мы сейчас не можем просчитать по городу И, соответственно, не можем сравнить с прошлым годом Почему? Потому что очень много высокобальников Это детей, набравших свыше 90 баллов И работы эти вновь Федерация запросила для перепроверки Смутил вот такой результат Могу сказать, что очень отрадно По русскому языку у нас все дети преодолели порог в 36 баллов Ну, значит, сдали А уже аналитика качества будет чуть позже Несколько сложнее картина по математике В этом году впервые математику развели на два уровня Базовый и профильный Ребенок, если хочет выбирать, дает базовый уровень При этом оцениваются результаты, ну, будем говорить, контрольной работы По пятибалльной шкале Три получил, значит, уже сдал Имеешь право получить эти стад Но это легче для школьников? Ну, знаете, как правило, выбирали базовый уровень А выбрали у нас 304 ребенка И выбирали те детки, которые не планируют в последующем поступать в технические вузы То есть они для себя определили, что вот у них в будущем карьера гуманитария И более 540 детей выбрали профильный уровень А профильный уровень оценивается уже по баллам Не по пятибалльной шкале И порогом, после которого, преодолев который Уже ребенок получает эти статы Считается, что этот профильный уровень он сдал 27 баллов Ну, сравнительно меньше, да? Да, и, к сожалению, у нас на сегодняшний день Порядка 50 учеников из 540 сдающих То есть это около 10% Порог не преодолели Почему? Мы будем еще анализировать Будем содержание контрольно-измерительного материала Анализировать с нашими учителями Смотреть, что изменилось Ну, прежде всего, изменились условия Да, вот математику поменяли Но отчаиваться не стоит Сегодня все эти наши детки Поскольку русские написали все Если только один предмет из обязательных порог не преодолен Значит, ребенок имеет право этот предмет пересдать вновь Замечательно Да, и у нас сегодня в пункте на базе 7-й школы Все переписывали математику Мы вообще-то очень болели за наших детей Понимаем, что все в жизни может быть И все факторы влияют на результат В том числе, как встал И волнение Поел, не поел Поругался с родителями или не поругался Мы, в общем-то, за наши детей переживали Желали им успеха И очень надеемся, что все преодолеют порог Вот И аттестаты получат Татьяна Валерьевна, а много ли золотых медалей ребята набрали? Ну, вот, скажем так, чемпионы Вы знаете, в этом году, ну, я бы сказала, такая цифра беспрецедентная по золотым медалям 22 золотых медалиста Мы как раз сегодня В составе я возглавляла делегацию наших обнинских медалистов Которым сегодня золотые медали Торжественно в Белом доме вручал Ну, теперь уже исполняющий обязанности губернатора Калужской области Анатолия Дмитриевича Артемонов Эта процедура всегда очень приятная, очень почетная Присутствуют дети, их родители И, в общем-то, такая, знаете, вот за город Обнинск переполняет чувство гордости И, ну, всегда, как у настоящих родителей Думаешь, а наши-то лучше всех Но это в Калуге, по сравнению, там было меньше медалистов? Нет, в Калужской области В Калуге, в целом, это достаточно большой город, более 50 школ И всегда медалистов больше Вот сегодня у них было, ну, до 100 медалистов точно Вообще, в целом, 420 медалистов в Калужской области Золотых медалистов в этом году Для сравнения, в прошлом году было что-то около 300 То есть, несмотря на то, что поменялись условия сдачи, да, правила игры несколько меняются Тем не менее, количество золотых медалистов растет Это еще с учетом того, что в соответствии с новым законодательством в сфере образования Серебряные медали больше не выдают Только золото Вот у нас 22, в прошлом году было порядка 10 Ну, а вот что-нибудь дает, какие-нибудь бонусы, плюсы ребятам, выпускникам И получить золотую медаль? Или это просто для себя, для мамы гордость? Ну, конечно, приоритетным при поступлении в ВУЗ Это баллы, набранные по единому государственному экзамену Но, я так полагаю, при прочих равных условиях Фора при зачислении будет у того ребенка, у которого медаль Ну, это уже решать приемные комиссии Ну да, в каждой вузе она своя А вообще, должна сказать, что это знак отличия Которые, ну, в общем-то, высокая награда За многолетний добросовестный труд ребенку и их родителям Решает приемная комиссия Еще раз просто, чтобы не вводить никого в заблуждение Я хочу сказать, что приоритетными и первичными являются баллы За единый государственный экзамен И результаты всероссийских олимпиад И внутривузовских олимпиад Они тоже влияют существенно Вот если ребенок планирует свою дальнейшую жизнь связать с каким-то вузом Как правило, вузы такие практикуют Свои внутренние олимпиады Это МИФИ Это физико-технический университет Теперь уже университет имени Баумана Технические вузы А также Московская юридическая академия имени Кутафина И внутривузовские олимпиады Они дают тоже фору при поступлении Будем надеяться, что много детей у нас поступит в этом году в образовательные учреждения В августе будем еще анализировать И как раз тоже еще раз поговорим в августе о качестве образования в городе Огненске Как проходят сейчас выпускные вечера? Знаю, что вы сегодня побывали уже в лице и державы Да, прям вот, что говорится, с корабля на бал Да, я к вам попала У нас редакторы тоже так говорили Да, за 4 минуты до эфира В Доме ученых проходит, как всегда, очень торжественно В этом образовательном учреждении Одно из крупнейших образовательных учреждений И, я бы так сказала, разнопрофильная школа Потому что достаточно широко и качественно представлен уровень преподавания В этом учебном заведении естественно-научных дисциплин Мы также с вами знаем, что там есть кадетские классы И высоко развито спортивное направление В 17.00 на самом деле начался выпускной вечер И практически от здания лицея державы Торжественным маршем под духовой оркестр Выпускники, педагогический коллектив и их родители Прошли до Дома ученых Вот сейчас там мероприятия продолжаются Я бы присутствовала только на открытии выпускного вечера Когда посмотрела выступления детей младших классов И руководитель учреждения Капулова Оксана Николаевна Обозначила те успехи, которые достигнуты этим учреждением в этом учебном году А кто поздравлял? Кто был приглашен? Глава администрации Ну вот, к сожалению, поздравления главы администрации я не успела услышать Ну, в новостях наверняка и увидимся вместе Увидим Ну, хотел бы еще поговорить по поводу итогов первой смены летних оздоровительных лагерей наших Как проходит отдых? Все ли в порядке? Есть ли замечания на вот этот вид оздоровительной компании? Ну, должна сказать, что у нас в этом году очень востребованы летние оздоровительные лагеря С дневным пребыванием детей на базе наших школ Ну, в простонародье мы это называем площадки летние оздоровительные И если мы, когда открывали летнюю оздоровительную компанию этого года Планировали летним отдыхом в школах 1810 детей охватить У нас по факту сейчас 1910, то есть на 100 больше А предыдущие годы, наоборот, мы всегда достигали результата менее запланированного Ну, а дети так довольны самим этим процессом? Качеством, да У нас уже неоднократно выезжала комиссия В составе комиссии специалистов управления общего образования Представители санитарной службы И довольны не только качеством вот тех услуг по оздоровлению, которые предоставляем И качеством питания Я сама была в нескольких школах И смотрела, как организовано питание Проверяла качество питания В общем-то дети довольны Да, довольны И сейчас на этой неделе вновь в соответствии с планом работы управления Опять проверка летних оздоровительных лагерей Ну вот, предупредили С завтрашнего дня Начинают обидеть Нет, уже начали обидеть В плане есть Все предупреждены, значит вооружены Понятно А эта компания платно проходит или нет? Нет У нас из средств муниципального и средств городского бюджета На организацию летней оздоровительной кампании Вот в целом консолидированный бюджет Более 12 миллионов Основные средства тратятся, конечно, на организацию питания детей У нас, если говорить, сравнивать с прошлым годом В прошлом году 160 рублей в день стоило питание детей Это завтрак, обед и полдник В этом году 186 рублей Немножко увеличилась цена продовольственной корзины И в соответствии с меню, которое мы согласовываем Кстати говоря, с санитарными службами У нас непременно предусмотрена усиленная витаминизация Увеличен объем овощей и фруктов Ну, лето, это надо учитывать Если говорить об организации питания То на базе образовательных учреждений У нас поставщиком услуг по организации питания Является продовольственный комбинат Обнинский И вот уже практически месяц Длится летняя оздоровительная кампания Со стороны потребителей Ни одного замечания не было И нарушения не отмечены Цена контракта более 7 миллионов А как, это тоже по тендеру выставляется? Да Через аукцион с ограниченным участием То есть, а выигрывает тоже в этой системе Кто дешевле может госконтракт поддержать, тот выиграл? Разумеется, но у нас в этом году снижения существенного не было Для нас было важно Непременное соблюдение технического задания Которое является неотъемлемой частью контракта И вот в техническом задании Мы уже прописывали Качество продуктов питания, объемы Которые необходимы И это техническое задание нельзя нарушать Потому что, ну, питание детей Это важная социальная функция Согласен, я бы сказала, одна из важнейших Ну, летняя, это вот первая смена Завершается Последний день работы летних оздоровительных лагерей На базе школ Это понедельник У нас планируется все три смены Работа лагеря труда и отдыха в школе номер один Традиционно Это наше старейшее учреждение С которого начиналось, кстати, образование города Это учреждение, единственное, которое имеет достаточно большой участок На этом участке дети трудятся Сами выращивают овощи для себя И также мы планируем в августе месяце Выезд двух групп детей Ну, если честно, мне не очень нравится это определение Одаренное Почему? Потому что оно достаточно размытое Я называю выездные лагеря для детей С особыми способностями Которые они проявляют В спорте, в труде, в творчестве, в точных науках У нас планируется выезд одной группы детей В начале августа с 3 по 17 августа В Крым В составе 15 человек Дети в возрасте от 10 до 14 лет Это победители предметных олимпиад Школьных спартакиад и так далее И вторая группа детей выезжает несколько позже Это уже на две недели В Крым 35 детей В возрасте от 14 до 17 лет Победители городских олимпиад предметных Победители спортивных соревнований Ну и те дети, которые проявили себя в творчестве Это вот мы планируем так продолжать А так у нас на базе Центра развития творчества детей и юношества Все три смены будут работать оздоровительные лагеря с дневным пребыванием Очень востребованы выездные палаточные туристические лагеря Малозатратных форм отдыха И это тоже финансируется из средств городского бюджета И очень интересный проект, который мы продолжаем уже третий год Этот проект был инициирован главой администрации Ряд образовательных учреждений Это, как правило, школа номер 9, школа номер 16, школа номер 11 Те дети, которые в оздоровительных лагерях отдыхают в этих школах Еще получают дополнительно услуги по оздоровлению в нашем спортивном центре Алимпи То есть они имеют возможность... То есть это как абонемент? Да, только оплачивается из средств городского бюджета Имеют возможность заниматься в бассейне, в тренажерном зале, в спортивном зале и так далее Эта услуга тоже очень востребована А как подать заявку, чтобы воспользоваться данной услугой? То есть это в школу надо обратиться или непосредственно... Это непосредственно те дети, которые отдыхают на школьных площадках Родителям предлагается такой вид услуги И если необходимо, тогда подается заявка Во всяком случае, руководитель учреждения ставит в известность управление общего образования Такая услуга будет Замечательно, мне даже очень нравятся такие у вас услуги Приходите к нам в летние оздоровительные лагеря Спасибо Для вновь присоединившихся к нашей программе Хочу напомнить, что сегодня в гостях начальник управления общего образования города Обнинска Татьяна Валерьевна Волнистова Довольны ли вы уровнем образования в городе? Наш интерактивный вопрос Уважаемые телезрители, для тех, кто хочет задать вопрос в прямом эфире нашему гостю Вы можете звонить по телефону студии 44332 А также оставлять на сайте по адресу www.ru Мы постараемся ответить на все ваши интересующие вопросы У нас, кстати, есть телефонный звонок Ну, просили передать для вас вопрос Куда после 11 класса поступать, чтобы получить музыкальное образование? И красный диплом пригодится при этом поступлении или нет? А красный диплом это что имеется в виду? У нас в 11 классе выдаются аттестаты Я так понимаю, музыкальные школы А, красный диплом музыкальной школы Ну, этот вопрос, он, конечно, более профессионально бы ответил начальник управления культурой Но, тем не менее, должна сказать, что есть учреждения высшего профессионального образования Учреждения культуры Такие есть и в Калуге И такие учреждения есть И более того, и в Москве, разумеется И более того, в этом году у нас были организованы целевые наборы В учреждения культуры высшего профессионального образования в город Москву Замечательно Вот, но нужно было чуть раньше обращаться с этим вопросом А, то есть уже поздно? Целевой набор уже организовать не сможем ЕГЭ в самом... Да, я бы сказала, не в разгаре, а идет к завершению Сейчас целевого набора организовать мы не сможем И поэтому тому человеку, который обратился с данным вопросом Сейчас нужно будет воспользоваться результатом единого государственного экзамена Ну и, наверное, я полагаю, что будет определенная фора Диплом музыкальной школы Я полагаю, что приемная комиссия и это будет рассматривать Ну, надеюсь, мы ответили на вопрос нашего телезрителя Началась ли запись первоклашек в школы? Да Регистрация заявлений от родителей в наше образовательное учреждение началась уже давно Еще с февраля месяца И должна сказать, что сейчас по предварительным оценкам Вот мы на 5 июня сводили информацию И предполагается, что у нас в первых классах будет на 50 человек больше, чем в прошлом году Ну, это такая предварительная информация То есть на 2 класса больше Если в прошлом году мы набрали в первые классы 1203 воспитанника То в этом году 1251 Ну, на 50 больше Я думаю, что к августу мы дотянем Еще раз хочу для родителей напомнить одну из особенностей приема в первые классы Вот уже 3 года диктуем ее Федеральным министерством О том, что у нас при зачислении в первые классы непременно действует территориальное закрепление Школ за микрорайонами И при зачислении, при издании приказа о зачислении ребенка в первые классы Который должен подписываться директором не позднее, чем через 7 дней от момента подачи заявления Учитывается, проживает ли ребенок на закрепленной территории И сначала зачисляется ребенок, проживающий на закрепленной территории Но тем не менее, родители, которые не проживают, например, рядом со школой Их дом не закреплен за той школой, в которой они хотели бы, чтобы их ребенок учился Тем не менее, не стоит отчаиваться Вы имеете право в эту школу подать заявление И после 1 июля, при наличии свободных мест, ваш ребенок будет зачислен в это образовательное учреждение Татьяна Валерьевна, у нас есть звоночек от телезрителя Алло, здравствуйте, мы вас слушаем, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста Алло, здравствуйте, Татьяна Валерьевна Здравствуйте Меня зовут Анатолий Анатоль, у меня дети учатся в школе в городе области Вы знаете, вот стоит вопрос о уровне образования Вот вам, наверное, в свою работу приходилось встречаться, ну, скажем так, с удовольствием об образовании и области, и России Вот такой вопрос, вот там, следять за качеством учебников и за качеством образования вообще у нас Два простых примера В вопроснике по ЕГЭ, по литературе Стоит вопрос, в какого цвета были запоги у Кера Безухова на полу. И значит, что это варианты. Чёрный, красный, синий. Это по литературе. По математике, за 4 класс. На даче начинается спрашивать. Три задайки до заслугов и пришли на береги. Понимаете, у нас в институте приезжают иностранцы. Вот были американцы, когда его соседка разговаривала, у него жена педагога. Вот мы с ним когда разговаривали, как говорится, за чашкой чая. Он говорит, у меня жена педагога говорит, она... Ну, они там отслеживают вот систему образования в разных странах. Говорит, мы всегда восхищались советской системой образования. Старались подражать ей. Но нам не всегда это давали, но для нас это будет талон качества. И во что же мы превратили сейчас свое образование? Вот такой вот у меня вопрос. Придет ли когда-нибудь единая система образования, единая система учеников у нас в стране? В одной школе в разных классах, допустим, в двух разных четвертых, в двух разных третьих, по разным ученикам занимаются, по разным программам занимаются. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Сейчас попробуем на него ответить. Спасибо за вопрос. Вопрос своевременный. Да, действительно, у нас, начиная с первого класса, имеют возможность школьники. Вот два соседних класса. Один занимается по образовательной системе школы-200, а другой по школе России. И это допустимо. Учитель и школьный совет вправе выбрать ту образовательную систему, по которой предполагается этот класс будет приниматься. А то есть, в принципе, она по выбору идет, да? Ну, выбор учителя, и это диктуется выбор педагогического коллектива, то есть это диктуется образовательной программой, по которой работают учреждения. Важен стандарт. Вот как и в советской системе образования был определенный стандарт. То есть, когда вы шли поступать в ВУЗ, четко были определены вопросы, или, скажем, если вы сдаете предмет, вот, например, я физику сдавала, круг тем, которые вы непременно должны знать. И сейчас важен стандарт образования. Вот два первых класса. Один работает по образовательной системе-200, а другой по школе России. Но на выходе из четвертого класса дети, уровень подготовки должен быть одинаков. То есть, вот, качество образования должно быть таковым, чтобы в пятом классе, это я вам только один из критерий называю, чтобы в пятом классе адаптационный период, когда разные учителя, когда тоже меняется программа, меняются учебники, в целом меняется система образования в какой-то степени, дети, у детей адаптационный период прошел мягко, что в одном, что в другом классе. Поэтому вот важен стандарт. Стандарт сейчас в начальной школе введен в обязательном порядке. На других ступенях, уровнях образования, теперь уровень образования называется, на уровне апробации, но, тем не менее, исполнение этого стандарта от нас требует. Что касается учебников, ну, если вы обратили внимание, что не только говорят об этом, а все более и более, качество учебников привлечено внимание уже даже первого лица в нашей стране, в частности, к учебнику истории было много очень нареканий. Вот. А по поводу тех заданий, которые были в контрольно-измерительных материалах, я должна сказать, я не знаю, где вы их видели, но я все-таки с первоисточниками бы пользовалась. Я вот таких заданий, правда, пока не видела, но пользовалась сайтами ФИПИ, Федерального института педагогических измерений. А еще раз спасибо за вопрос. Обязательно обращу ваше внимание, свое внимание на качество. А вот, может быть, телефончик оставите для наших телезрителей, для тех, у кого есть еще вопросы, чтобы они позвонили к вам в управление, напрямую же непосредственно к вам попали, может быть, на прием. Приемная, телефон приемная 39 7 92 44. Прием начальника управления образования граждан осуществляется каждую среду с 15 до 17. На прием можно записаться по телефону 39 7 92 44. Ну, надеюсь, что мы ответили на этот вопрос нашего телезрителя. Довольны ли вы уровнем образования в городе? Посмотрим на наше голосование, где более 250 человек ответило, что да, довольны. И, соответственно, есть недовольные, причем их тоже немало. Ну, в половину, да? Да, в половину. Распределились результаты. Должна сказать, что с одной стороны позитив определенный, я вижу это, да, в два раза больше, но тем не менее. А теперь, теперь задача разобраться, чем конкретно недовольны, ну, чтобы уже дальше двигаться. Вот вы нам дали сейчас ресурс для дальнейшей работы. Уважаемые телезрители, вы можете позвонить со своими вопросами именно те, кто и довольны, и те, кто недовольны, как раз-таки Волнистовой Татьяне Вальеревне по телефону, который она уже назвала. Уважаемые телезрители, в прямом эфире телеканала Обнист-ТВ была программа «Власть». С вами, как всегда, и ведущий Иван Фролов. Гостью в нашей программе был это начальник управления общего образования города Обнинска Татьяна Вальеревна Волнистова. Татьяна Вальеревна, спасибо огромное, что уделили нашей программе время, несмотря на то, что вы действительно нужны были на выпускном. Ну, надеюсь, как раз вы успеете еще к дальнейшему там выступлению. Спасибо большое, что пришли на программу. Всего доброго. Всего доброго, уважаемые телезрители. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова